доброе утро дорогие братья и сестры и сочувствующие сегодня у нас мы сегодня мы заканчиваем третье послание и она вообще изумительно такие с послания проходить до в начале недели начали три дня назад начали сейчас уже заканчиваем недели еще не закончилось а наверное мы в пятницу начали точно ну ладно и так 12 стих и до конца а дмитрий засвидетельствовал всеми самой истинною свидетельствуем также и мы и вы знаете что свидетельство наша истина много имел я писать но не хочу писать к тебе чернилами и тростью а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам мир тебе приветствую тебя друзья приветствую друзей поименно аминь вот здесь у нас в послании всплывает еще один хороший пример некто дмитрий димитрий как здесь написано тоже такое древнее имя а мы видим здесь что совершенно о нем немного сказано не написано что он делал именно как он это делал где он это делал ну явно это какой-то знакомый для этого возлюбленного гая и и она ну и здесь только написано что о нем засвидетельствовало ну то то как вернее то что они могут свидетельствовать люди это понятно но здесь написано свидетельство засвидетельствована самой истинной но не очень понятно, что здесь имеется в виду. Либо было какое-то откровение, сам Господь сказал, добрый и верный раб, молодец. Ну, или как помните, про Янаха сказано, что перед тем, как он был вознесен, он получил свидетельство, что угодил Богу. Вот. Так, это о нем ли сказано? Вот. Ну, либо здесь просто как бы вот здесь вот люди глядя на него, видя, что они, что этот человек поступает в соответствии с истиной, прямо по Писанию. Вот. Ну и, собственно, вот. Так. Без веры там, прям, прям. Да, да. На всякий случай я проверил. Это в Евреях написано, посланник евреям, 11 глава, там про Янаха написано, что перед своим переселением он получил свидетельство, что угодил Богу. Вот. Ну, хорошо, а то уж, я думаю, меня память подводит. Все нормально. Это сказано про Янаха. Может быть, это было так, что он некое свидетельство получил. Но, скорее, скорее, как более такой очевидный вариант, более практичный, что он поступал в соответствии с Писанием, ну, и, соответственно, сама истина свидетельствовала о нем. Ну, и, собственно, и сам Иоанн. Вот. То есть, они, получается, вообще не находились. Много имел я писать, но не хочу... Да, кстати, это очень классная вещь, когда о тебе люди свидетельствуют, что, да, вот ты не какой-нибудь там непонятный человек, но вот ты имеешь некое... имеешь некий контекст, некое прошлое, и это прошлое хорошее. То есть, люди знают тебя, приезжая куда-то, приезжая в какие-то вот места, где тебя знают, ты имеешь меньше проблем в общении и прочее. Это очень хорошо. Много имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. То, что было, я думаю, очевидно для тех людей, для людей того времени, становится не совсем очевидно для нас. То есть, мир... Мы живем в мире коротких сообщений, в мире смс-ок, в лучшем случае видеозвонков, но не очень часто. И, к сожалению, проблема не в том, что мы разобщены физически. Проблема в том, что мы часто не видим, ну, не понимаем, а в чем проблема-то. Вот. В чем проблема так вот не общаться лицом к лицу, устами к устам. Устами к устам, да. Более того, вот даже, ну, как это... Как говорят, я немного общаюсь с молодежью, как-то вот не перетекаюсь вот по жизни, но говорят, и, в принципе, я это вижу, что молодежь совсем, в принципе, не умеет общаться. Так вот, мало умеет общаться. То есть, нередки, и уже давно это видно, нередки случаи, когда, например, сидит какая-нибудь стайка молодежи, вот они собрались вместе, вот они лицом к лицу вроде как могут общаться, но они все равно сидят в телефонах. То есть, они и друг с другом-то общаются через телефон, даже будучи рядом. Для меня непонятна такая вещь. Для меня непонятна. Для меня вот важно глаза в глаза слышать голос, интонацию, видеть мимику, просто быть рядом, просто быть вместе. Ну, и мы видим, что это не только для меня, это мы видим, что это нормальное вообще явление, и Писание говорит нам, что вот это, такое общение, не заменишь ничем. Я думаю, что Писание не говорит об этом, ну, я имею в виду, вот о телефонах не говорит прямо, понятно, потому что такой проблемы даже тогда не существовало. Вот. И тогда проблема разобщения была вот только физическая. Ну, люди далеко находились подчас друг от друга. Но мы сейчас имеем разобщение несколько иного рода, и Писание все-таки говорит, что важно, важно иметь личное общение. Это я к тому, ну, начинаю клонить к личному посещению собрания, вот, потому что все вот эти вот онлайн-версии, вариации, или там мне потом расскажут, вот такие вариации, это все, конечно же, не серьезно, потому что, как написано, устрояйте из себя, как вот мы говорили и на конференции, и до этого, устрояйте из себя дом духовный. То есть, мы камни в духовном доме, камень кладется на камень, камень взаимодействует с камнем, камень скрепляется камнем, раствором, как писал Павел, раствором любви и так далее, цементом любви, все это скрепляется, но чтобы что-то скреплялось, нужно, чтобы оно было там, где идет стройка. Камень должен быть в стене, не валяться рядом. Поэтому, да, инструменты тут интересные, перечисляются, чернила и трость, но окей. Мир тебе, приветствую тебя, друзья, приветствую друзей по имену, аминь. Не помню, чтобы в Писании где-то вот упоминаются еще, упоминались еще друзья. Я имею в виду в Новом Завете. Есть слова Иисуса, когда, помните, притча, он говорил, пришел ко мне друг, с дороги, нечем накормить, и вот, мол, дай мне хлеба, он просит у соседа. Вот. Или, или притча о том, как какой-то человек попал на пир не в званой одежде, и к нему обращается хозяин, думает, друг, как ты сюда попал. Вот. Но больше я не помню. То есть, масса, масса мест, где написано друг друга, друг, там, другой, и так далее, и так далее, и так далее, но чтобы вот прям вот друг в этом значении, дружба, друзья, ну, назовите, нет, это единственное место. Вот. И опять интересно, что Писание говорит нам, что мы во Христе друзья. вот, это не так звучит легкомысленно, как, как это звучит для нас, вот, ну, или как вот я, я работаю с Китаем, то есть, у них там все, там, ты сказал привет первый раз человеку, все, ты для него уже друг, он тебя будет называть друг, 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 вот, друг то, друг все, вот, мы же друзья. вот такие фразочки могут быть, для меня это вообще дико до сих пор, я работаю с Китаем уже там лет 10, вот, для меня это дико до сих пор, я не могу к этому привыкнуть никак, какой ты мне друг, да, я тебя, я тебя даже не видел, я даже не, подчас даже вот, с первого раза ты не понимаешь, с кем ты разговариваешь, мальчик это или девочка, мужчина это или женщина, вот, но для них ты уже все нормально, все друг. То же самое в то время, это не было так легко, легко так друзьями не становились, это была серьезная вещь, серьезные обязательства и так далее, но мы видим, что Иоанн называет верующих друзьями, вот, и тоже наводит на некие размышления, и я думаю, что должно сподвинуть нас на такое понимание, что во Христе мы больше, чем просто случайные знакомые, оказавшиеся рядом, мы больше, чем люди, которые, ну, время от времени проводят друг с другом время, в одном и том же месте, по воскресеньям, да, например, то есть это больше. В чем это выражается? Ну, там, кто-то сразу начинает говорить, люди должны помогать друг другу, и все такое прочее, ну, бесспорно это так, бесспорно это так, но видите, правда в том, что люди помогают друг другу, и будучи неверующими, вот, особенно если ты нормальный, адекватный человек, добрый, сам по себе, от природы, там, семья у тебя была хорошая, или там, все такое прочее, понимание некое, как тебе пришло, там, озарение, что нужно быть добрым, этого полно и среди неверующих людей, вот, но дружба во Христе, это нечто большее, это вот не просто взаимопомощь, это вот именно общение, когда люди открыты друг к другу, когда люди стремятся проводить время вместе, ну, это, конечно, серьезно, ну, туда же, естественно, и взаимопомощь, и взаимовыручка, и совместные молитвы, там все, но просто, я хочу сказать, что это больше, это просто много больше, чем просто взаимопомощь, даже в Советском Союзе были кассы взаимопомощи на крупных предприятиях, ну, ладно, это просто смешно, мир тебе, то есть, он желает мира, мира этому человеку, и это очень важно, кстати говоря, мы время от времени поднимаем эту тему, потому что слишком много, слишком много всего у нас на нашей, в нашей жизни лишает нас этого мира, пытается украсть этот мир, новости, наше самочувствие, какие-то слова неосторожные, а может быть и четко выверенные, но с желанием нас как-то обидеть, вот, обстоятельства, приходящие в нашу жизнь, просто когда мы смотрим на несовершенство этого мира, смотрим на наши тела, разрушающиеся со временем, там и так далее, и так далее, и так далее, все это, конечно, не способствует миру, и все это пытается украсть наш мир, наше спокойствие, вот, наше взаимоотношение с Богом, а ведь это больше об этом, мир, мир, который вот здесь говорится, мир от Бога, это больше, чем просто спокойствие, и умиротворение внутри, это именно мир с Богом, когда мы не враждуем против Бога своей жизнью, своим мышлением, своими поступками, вот, поэтому, как Писание говорит, ищите мир, следуйте за ним, вот, но самое главное, мы понимаем, что нужно искать Бога, и в нем наш мир, в нем наш покой, успокоенность, безопасность, надежда, и прочее, поэтому, дорогие братья и сестры, удивительно, что даже в таком коротком послании, мы можем видеть достаточно много назидательных моментов, брать для себя необходимое для нашей жизни христианской, вот, а если мы это еще и применять будем, то вообще, будет все прекрасно, Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, из малого, брать достаточное для жизни, потому что ты нам оставил достаточно для жизни, Господь, и благочестие, благослови, пожалуйста, нас, будь прославленным, Отец, во имя Иисуса Христа, да благословит вас Господь, аминь.